Всем привет дорогие друзья! Сегодня хочу показать вам как собрать и украсить очень красивый и вкусный тортик Пинчер. Этот тортик очень пропитанный, очень сочный и вкусный, привычный нам с детства, но его сложно собрать под украшение. А я вам покажу как это сделать довольно таки просто. Его можно будет украсить хоть кремом, хоть мастикой, как хотите. Для начала давайте отвесим сметану. Я буду отвешивать ее в таком хб полотенечке. Можно использовать марлю. Просто подвесили и пускай она стекает с нее лишняя сыворотка минимум часа 4. Лучше оставьте на ночь в холодном месте. И потом начинаем взбивать белки со щепоткой соли. После того как появилась первая пышная пена, начинаем всыпать сахар. Всыпаем сахар, продолжаем взбивать до растворения сахара. Тем временем к желткам добавляем сметану и в отдельные две посудины просеиваем в одну муку с содой, а во вторую муку какао и соду. Это у нас будет на два разных коржа сразу, на белый и на шоколадный. Желтки перемешиваем со сметаной вместе до однородного состояния, чтобы потом они легче расходились в белках у нас. Тортик все-таки у нас сметаной, поэтому делаем вот такую красоту. Посмотрите, как взбились белки и сахар полностью растворился. Полные и устойчивые пики. Теперь к взбитым белкам выливаем сметану с желтками и аккуратненько венчиком снизу вверх перемешиваем до однородного состояния. Затем эту массу нам нужно будет поделить на две части. У нас половина пойдет на белый корж, половина пойдет на шоколадный корж. Этого взбитого сметанно-белкового основания. К половине мы добавляем белую муку без какао с содой. Перемешиваем ложкой снизу вверх, для того, чтобы у нас не опало тесто. Так как в составе у нас есть сметана, соду гасить не нужно, она у вас погасится сама по себе. И уже при выпечке, собственно, создаст эти красивые еще крупные пузырики, помимо мелких белковых. Во вторую часть добавляем смесь сухую, которая у нас с какао. Какао, сода и мука. И точно так же ложкой снизу вверх перемешиваем до однородного состояния. Тесто не должно получиться жидким, оно должно быть довольно-таки устойчивым, но при этом еще воздушным. Перекладываем их в формы. Формы у меня раздвинуты на 22 сантиметра. Получится два таких крупных бисквита. Можно и на 24, если хотите. У меня вот такие вот формочки оставлены. В них меньше, чем половина теста по высоте. Отправляем в духовку на 180 градусов. У меня пеклись они около часа, но у меня газовая духовка. В электродуховке у вас испечется быстрее. Смотрите по сухой шпажке. Оставляем их остужаться, снимая форму. И займемся уже начинкой. Для начинки у меня здесь была замороженная вишня. Можно, конечно же, использовать пинчер и без начинки. Отжимаю лишний сок от вишни после того, как удалила косточки. Добавляю к вишне сахар и ставлю на плиту. Довожу до кипения и растворения сахара. Снимаю сразу же с плиты и оставляю в этом сиропе полностью остыть. Уже отвисла моя сметана. Из килограмма, чуть больше, чем килограмма сметаны, у меня осталось 800 грамм. К этим 800 граммам сметаны добавляю 150 грамм сахара и ванилька по желанию. Ставим взбиваться. Взбиваем до растворения полностью сахара. Получается не жидкий, а вот такой вот стабильный крем. Если сметану не отвешивать, крем получится намного более жидкий. И он может у вас вытекать. Плохо пропитываться. Сейчас разрежем коржи. Они уже полностью остыли. Тортик получился высокий. Поэтому разрезаем на три коржа. Верхушку уже мой помощник съел. Посмотрите, какой этот тортик красивенный получился внутри. Это шоколадный корж. Шоколадный сметанный корж. Он очень насыщенно шоколадный. Очень красивый в разрезе. У него крупные пузыри. Посмотрите, он просто невероятный. Он очень вкусно пахнет. Низ я оставляю на низ, собственно. И низ белого коржа оставляю наверх. И теперь, что белый, что шоколадный корж, нужно порезать кубиками. Не могу налюбоваться. Посмотрите, какой он красавчик. Режем, собственно, кубики. Я режу сначала половину. А потом, если мне понадобится, нарежу еще пару полосчик. Режу вот такими вот крупненькими кубиками. Где-то по 2 сантиметра. Примерно. Вот такие вот, смотрите, какие красивые. И точно такие же вот белые. Нарезала. Посмотрите, вот такой вот белый корж получился уже разрезанный. Он тоже очень воздушный, очень пушистый. С порами все как положено, очень нежный. Можно приступать к сборке. На низ шоколадного коржа ставлю немножечко крема и устанавливаю на подложку. Это нужно для того, чтобы тортик не ездил. Если хотите, дополнительно можно немножечко пропитать сам тортик. Я использовала обычный сахарный сироп, потому что тортик для деток. Можно использовать еще какой-то алкоголь. Ром или коньяк. Смотрите по вкусу. Ставлю тортик в кольцо, в раздвижную форму, для того, чтобы удобнее было собрать. Сюда немножечко, ну как немножечко, ставлю часть сметанного крема и буду выкладывать ярус. Чередую белые и шоколадные коржи и между ними еще перемазываю отдельно кремом. Сметанный крем должен быть везде, он должен полностью пропитать все эти кубики со всех сторон. Вот такой вот зеброй складываю наш тортик, собственно. Можно было на низ еще тоже положить вишни, но много вишни тоже не нужно. Мне так по вкусу, по-моему, захотелось, чтобы на нижнем ярусе вишни не было. Конечно же, с внутренней стороны тоже мы перемазываем сметанным кремом и выкладываем точно так же и срединку. Вы видите, везде перемазано между каждыми кубиками сметанным кремом. Теперь у нас пойдет опять-таки сметанный крем. Можно тоже сиропом немножечко пропитать вот эти вот коржики, но это не принципиально, потому что здесь уже внутри у нас крема много. Он сам собой пропитает. И сюда уже буду выкладывать вишню. Вишню я еще раз отжала уже от сахарного сиропа, после того, как она в нем настоялась. И выкладываю ее на корж. Вот такая вот красота получается. На вишню наверх опять укладываю кубики из бисквита, перемазывая их сметанным кремом. Очень красиво и ярко это смотрится. После того, как весь слой у нас собран, опять-таки перемазываем его сметанным кремом. Снова его перекладываем вишней. И уже пойдет у нас сверху ванильный корж, который я немножечко еще смазала сметанным кремом. И уже сверху на вишню накрываю его. Верхний корж тоже можно пропитать с сахарным сиропом. И немножечко еще смазать остатками крема. У меня немного остатков осталось от кубиков нарезанных, крошку. Поэтому я их буду смешивать с остатками сметанного крема и добавлю еще немножечко масляного крема. И сделаю такую себе крошку для выравнивания тортика. Просто для того, чтобы тортик запечатать и его удобнее потом было украшать. Затем его, как хотите, можно еще сверху пройтись ганашем и уже украшать мастика, либо сразу же украшать кремом. Тортик перед подачей должен постоять в холодильнике минимум ночь. В общем, приятного аппетита. Ставьте пальцы вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.